Привет вам, мои уважаемые зрители! Обычно, когда у блогера не хватает фантазии на свои собственные идеи и самоделки, он превращается в такого опровергателя, разрушителя, разоблачителя или даже просто комментатора чужих роликов и идей с умным видом. Сегодня я решил примерить эту шкурку на себя. То есть я буду проверять кое-что. А кое-что проверять, конечно, нам придется на электрических свечах. Да, недаром у меня здесь сплошные электрические свечи. Это электрическая свеча зажигания. Это электрическая свечка, которая работает от электричества, ее даже задувать не надо. А вот эта лампочка, на самом деле, это 21 свеча. Да, яркость лампочек измерялась в свечках. Но эти свечки в сторону. И сегодня мы займемся вот этим вот замечательным устройством, которое в Африке очень популярно. Почему в Африке? Ну, даже не знаю. Кто только не делал на вот этих вот замечательных свечах зажигания, ну, не конкретно на этих, а на точно таких же, всякие бесконечные источники электрической энергии, катушки Тесла, которые работают без батареек и без подпитки от сети 220 вольт, бесконечно не вращающийся и не работающий двигатель. Ведь свеча зажигания – это очень загадочный предмет. И одну из этих загадок мы с вами сегодня попробуем разгадать. А загадка вот в чем. Оказывается, в свече зажигания есть резистор. И если раньше в обыкновенной свечке я резистор тоже обнаружил, потому что он туда упал, когда я распаивал свои схемы, то вот в свече зажигания резистор крайне необходим, потому что высокое напряжение, которое выдает искру между вот этими вот двумя электродами, должно, должно не разрушить катушку, а точнее не пробить изоляцию высоковольтной катушки зажигания. Ведь если не будет резистора, то катушка может быть пробита и испортится. И поэтому в свечах зажигания есть резистор. Но если есть резистор, то согласно всем канонам и законам, этот резистор должен иметь сопротивление. Так давайте его попробуем измерить. Ведь неужели в свече зажигания может быть такой резистор, который обычными приборами измерить нельзя. Я взял свечу зажигания от автомобиля, конечно же, так как я живу на Дальнем Востоке. Машинки у нас японские, и свечки зажигания японские. Почему-то вот европейские, американские и францайские у нас никак не приживаются, либо до нас не доезжают. А те, что доезжают, работают крайне плохо. А вот японские свечи в японских двигателях работают хорошо. Ну прям таки рекламу дал. Если бы они работали вечно и хорошо, то эта бы свеча зажигания не была бы заменена, потому как вышла из строя. Очевидно, прогоревшие ее контакты, прогоревшие ее контакты вот здесь вот, искровые, дали сбой-пробой, и мотырка-мототырка перестала двигаться, и свечку заменили. Ну, это я заговорился, а мы же измерить хотели сопротивление, есть ли оно в свече вообще, и какое оно в частности. Да. Ведь есть общности, а есть частности. И все мы прекрасно знаем, что свечи зажигания бывают вот такие вот искровые, если так вот грубо сказать, они дают искру, и накальные, да. В двигателях российской разработки, в дизелях, стоят свечи накаливания. Вот в них, конечно, есть некоторое сопротивление, потому что свеча накала как раз дает накал, чтобы соляра хорошо возгоралась. Но не о соляре сегодня речь, я предпочитаю бензин. А раз бензин, то значит искра воспламеняющая искрой пары бензина у нас в руках. Свой мегометр я включил на максимальное значение. То есть, таким прибором я могу проверить до 200 мегаом сопротивления. Это значит, что если в свечке есть хоть какое-то сопротивление, даже воздуха, оно будет зафиксировано моим расчудеснейшим китайским прибором. Вот я взялся за провода, и мы сразу увидели, что прибор начинает грешить. Ну, а точнее, показывает некоторые значения, потому что они там есть. Ведь если я просто даже электродов коснусь руками, прибор сразу зашкалит, потому как сопротивление моих рук, смотрите, бэмс, вот оно какое, маленькое. Ну ладно, это сопротивление рук, а мы же цепляемся к нашей свечке. Прицепляемся к свечке, убираем руки в сторону, вау, а где же сопротивление, которое в свече быть должно? Как же так? Неужели катушка зажигания в японских автомобилях столь беззащитна, и в свечках нет никаких резисторов? Или, быть может, нам кто-нибудь чего-нибудь не того сказал? И пусть я ерничаю, и пусть я, может быть, для кого-то звучу, возможно, грубо, возможно, кого-то это дело обижает. Но если в свечке нет резисторов, или же не в каждой свечке резистор есть, то надо об этом говорить честно и откровенно. А все остальное, а все остальное, как мекина для воробья, или что там, снег прошлогодний, какие тут еще поговорки можно применить? Врали, врем и врать будем. А на этом все, ребятки, пока вот такая она, японская свечка зажигания, и никаких резисторов в ней нет.